Есть ли у тебя девушка? О, началось! Если есть, почему ее нет в твоем инстаграме? Вот сейчас мне может прийти п***. Чем бы занимался Антон, если бы не юмор? А что еще делать? Можно шкаф передвинуть или позвонить дальнему знакомому и его кинуть? Кто реально из гостей тебя удивил? Ну, Серега Лазарев. Ну, хотя мы все знали, что он типа такой. Мы все знали. Какая у тебя тачка? Ламборджини. Какая мечта у Антона Шестуна? Я рассмешил Маслякова. Готовы? Я готовый. Дорогие друзья, у нас в гостях звезды уже всероссийского масштаба. Представляете, насколько мощны мы. Мне можно расслабиться. Ну, реально, ты очень популярный человек. Что же вскрывать-то уже, подожди. Да, ну, не знаю. Ну, когда рос, заработал, я не знаю, там, достиг. Ты очень много сделал для того, чтобы ты был настолько популярным. Мы тебе все завидуем. Это я. Это Антон Шастун. Соответственно, вы его знаете по шоу импровизация. Ну, если вы играете в импровизация команды, вы же знаете и по этому шоу. Он играл в КВН, как ни странно. Потом он участвовал в дуэте в программе «Не спать», которая выходила на ТНТ. Был дуэт замечательный «Шастун и Макар». Да. Ну, и я думаю, что вот его… В баттле был разок даже. В баттле был разок. О, прикинь. Он в камеди-баттле участвовал еще. Плюс он выходил на сцену камеди-клаба, я помню. Было дело, да. Со стендапом. Это никто не видел никогда, но это было. Со стендапом. Было, было, да, да, да. И, значит, у тебя еще шоу в Ютубе. И в Ютубе шоу. Целых два. Целых два. Пока. Слушай, это я не знаю. Что ты хочешь с людьми сделать в этом мире? Ну, не так много, на самом деле. Ты затмил собой. И телевидение, и интернет. Ладно, я действительно очень популярный человек. Антоха Шастун. Да, привет, привет всем, кто смотрит. Привет. Я первый вопрос тебе задам, потому что я озадачен. При всей твоей популярности, при всем твоих шоу, при всех твоего участия на телевидении, я нашел с тобой всего одно интервью на Ютубе. Да, я даже не знаю, какое. Я тебе расскажу. Да? Да, это интервью для журнала Playboy. Конечно, может быть, это заслуга, но оно одно. Это очень странно. Мы еще вчетвером там были. Просто почему так? Блин, ну, во-первых, нельзя сказать, что меня куда-то зовут все, а я типа не хожу. Ну, блядь, мне казалось, что мы тебя перехватили от Дудя, ты туда шел и где-то... Вообще нет. Вообще нет. Меня никуда особо не зовут. Ну, и на самом деле, надо дать должное, что я не очень люблю интервью, наверное. Обычно интервью, знаешь, бывают типа на гастролях где-нибудь, какие-нибудь региональные интервью. Но это все вопросы типа, как сильно бьют шокеры? Вот такие вот интервью. Да. Я вот такие не выписывал вопросы. Они были самые популярные. Что самое интересное? Да, да, да. Да, это все топ-топ-топ. Это как вот если ты в любой город приезжаешь с гастролями, как команда КВН, почему у вас такое название? Потому что елки-палки. Да, 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 да. Ну что вы. Но на самом-то деле, людей самые простые вещи банально интересуют. Ну да, да. Я смотрел эти вопросы. Я следил, какие вопросы мне будут задавать. Я зашел в телегу, в YouTube сообщество. Вот. Поэтому я тебе говорю, когда ты мне позвонил, я же тебе сказал, что у тебя все в основном герои КВН к тебе приходят в гости. И там очень много вопросов. Кто это? Почему флэш-рояль не в вышке? Я думаю, почему у меня все это будут спрашивать? Вот такое все. Почему флэш-рояль не в вышке? Значит, отвечаем на этот вопрос. Да, да, да. Потому что они не очень хорошо выступили на фестивале в Сочи. Понятно. Не более того. Не более того. Еще там вообще супер вопрос. Я тебя очень прошу это оставить. Там есть вопрос. Если подерутся Дима Позов и Сергей Матвиенко, кто победит? Мы читали, мы сидели на гастролях, читали эти вопросы. И Димка с Серегой насели на меня. Типа, кого я скажу, кто победит на интервью у Димы? Поэтому, ребята, смотрите, у Димы Позова хороший захват. Скорее всего победит Дима Позов в этом бою. Все, теперь можно. Это вы прямо там определили, да? Да, да, да. Итак, значит, что будет происходить? Люди поприсылали тебе вопросы. Я их буду тебе задавать. Они абсолютно разные. Всех разные вещи интересуют. Но я буду задавать еще вопросы, которые интересны конкретно мне. Возможно, ты не был к ним готов, как ты мог их прочитать. И это будет прекрасно. До этого у нас есть одна традиция. Мы называем эту страничку имени Григория Шатохина. Да, он, значит, нам сказал следующее. Ну, на любом канале говорят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все это, все это. Но он говорит, если ты каждый раз будешь это говорить, то люди перестанут подписываться, потому что это наступает баннерная слепота. Короче, суть в том, что когда ты уже в интернете, например, ты знаешь, что здесь всплывет, и ты уже на это вообще даже внимания не обращаешь. Для тебя это нормально, короче. Поэтому, говорит, заставляй гостя, чтобы он просил подписаться на канал. Чтобы всегда была разная форма. Да. Ты можешь сделать для нас приятное? Конечно. Друзья, подписывайтесь на канал Шпеньков. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать видео и смотреть их первыми. И, конечно же, лайкайте и комментируйте, потому что все эти комментарии читаются и к ним прислушиваются. Ну вот, и когда мы набрали миллион, нужно переходить к интервью. Нужно еще это делать максимально, знаешь, нативно, как все блоги. Вот все, что попадает в тренды в Ютубе, там типа Влад А4, вот это. Все максимально в контенте. То есть он что-то делает, что-то вот это у него обычно. Маленькое большое, лизни, упади. Я вообще не понимаю эту историю. Лизни, кусни. Да, да. Блин, это очень популярно. Почему? Почему? Это же настолько банально. Нет, это очень банально. Но мне кажется, что это все зависит от человека, который это делает. Вот Влад А4, Влад Бумага, и вот его включаешь, и я вот поймал себя на мысли, что типа я посмотрю, нужно быть в теме, это было уже достаточно давно, я включил, и я прям залип на 10 минут. Ну то есть он вот что-то делает, что-то необъяснимое вообще происходит. Харизматичный вот человек, правильно? Он, да, харизматичный человек. Понятно, что он там какой-то весь, там, белые волосы и так далее, яркие и так далее. И все это он ярко подает, открыто. Ну и типа там проверяет лайфхаки из ТикТока. Сейчас вообще весь Ютуб проверяет лайфхаки из ТикТока. Вот. Все это дело. А у тебя есть в ТикТоке аккаунт? Блин, нету. Ну надо же заводить. Или все, или... Слушай, по-моему, поздно уже. Это похоже, как будто мы с тобой на кухне. Знаешь, у нас селедка на газете. Ну пора заводить ТикТок, конечно. Димка. Нет, реально. Пора. Там все, сейчас все в ТикТоке. Я не представляю, что это такое. Слушай, да, да, да. Я недавно, короче, был в торговом центре. Ходил за покупками. И я понял, что я всегда как-то... Ну я до сих пор считаю, что типа молодой, активный. Все, в теме. И, блин, я ехал на эскалаторе, вот так вот проезжал. И там в торговом центре есть, ну понятно, там магазины, 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 и есть какое-то такое пространство, где нет ничего. Ну там просто колонны какие-то. Я вот так съезжаю на этом эскалаторе и вижу, что там, значит, стоит вот такой вот телефон. Стоит человек в ростовом костюме Дэдпула. Ну то есть полностью стоит Дэдпул. Рядом стоит Человек-паук в таком же костюме. Две девушки в этих пуховиках дутых. И вот так у них телефон. Они вот так вот пляшут. И они три секунды пляшут, подбегают вот так вот смотреть. В соседнем углу стоит, во-первых, там два стоят парня, целуются. Вот, ну, все свободно. Москва, да. Стоят два парня. А они прям, ну, ну не соврать, ну им лет по 18, дай бог, чтобы им было по 18 лет. Вот такие вот, да. Потом в другом углу какой-то тип отжимается, и на него садится девочка. И это тоже все какой-то тип снимает. Я вот так проезжаю и думаю, о, походу я уже не молодежь давно. То есть я не представляю себя там среди них. То есть, блин, это вообще какой-то другой мир. Владимир спрашивает, почему в Воронеже такая охренительная концентрация юмористов? Блин, вот этот вопрос, я не знаю на него ответ. Мне кажется, потому что в Воронеже очень много вузов. Он очень студенческий город. Но еще же там когда-то был, был там камеди филиал? Был камеди, конечно. Еще когда я совсем был, я в школе учился, в КВН играл, был камеди Воронеж стайл, там был Белый, там был Ромка Косицын. Там были вот ребята в Витарке. Да, 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 Серега Брысев и Андрей Близняков. Ну подожди, они называют профессоры Близ. Профессоры Близ, да, да, да. Был камеди Воронежский, да, тот, тот. Да, было, было, все это было. То есть все равно туда что-то посеяли, и оно взошло. Ну да, и тем более сейчас я не очень шарю, но мне кажется, по-моему, Воронеж один из немногих городов, в котором две официальные лиги КВН. Старт. Центральная лига Старт и Воронежская региональная лига КВН. Вот я в ней играл, когда еще она не была региональной, в студенческой лиге я играл, и она получила, ну, наверное, уже давно статус официального. То есть, прикольно. Ну, короче, не, просто очень много выходцев оттуда. Очень много, да, выходцев, блин, ну. Очень много талантливых, популярных, богатых и так далее, ну, то есть реально. Воронеж – город талантов, ребят. Алевтина Викторовна, твой любимый вопрос, откуда такая страсть к кольцам, браслетам, и какой из них был первый, вот за что я зацепился. Никогда бы в жизни не задал этот вопрос, потому что, ну, это, ну, то есть понятно, ну, какой из них был первым, реально? Блин, первый я, конечно, не вспомню. На самом деле, меня все еще часто спрашивают, что это значит, что значит, кажется, твой браслет. Ничего не значит, это в школе мне кто-то подарил кольцо. Я не сам его себе купил, мне кто-то подарил. Скорее всего, мама, наверное, может быть. Не знаю, почему она решила подарить мне кольцо. Очень странно, да? Очень странно. Ну, типа, я носил уже браслеты, ну, браслеты, ладно, типа, браслеты, браслеты. Потом появилось кольцо, я такой, о, прикольно. Ну, и все, потом понеслась. У меня в Воронеже дома сейчас стоит сундук забитый, ну, сундук такой маленький, забитый браслетами. Колец много, в Москве тут тоже много всего. Но я в последнее время стал меньше носить. В последнее время много гастролей. И в аэропорту это невозможно, просто полчаса стоишь. Ага, ага. Нет, не то, еще с ним. Ну, по пять часов. Ну, я стал поменьше носить, но все равно ношу. Ну, вот исходя из этих же соображений, я в аэропорт обычно одеваю что-то без ремня. Да, без ремня, вообще. Хорошо, Дарья Мельник. Как ты попал в шоу импровизации? Был ли какой-то кастинг? Как вы вообще нашли друг друга? Это было региональное какое-то шоу, которое просто взяли и перенесли. Как это случилось? Так, в Воронеже, когда-то давно, мы решили сделать стендап-шоу. Еще стендапа на ТНТ не было вообще. Мы назвали его 18+, потому что мы планировали материться. Там, значит, главными в этом проекте был Стас. Это, кто не знает, Стас Шеминов, креативный продюсер шоу-импровизации сейчас. Он достаточно часто, я так подозреваю, который будет сейчас мелькать в моих всех рассказах. Вот, был Стас и Димка Позов в шоу-импровизации, и Рома Косицын, стендап-комик. Они вдвоем были, ну, редакторы, назвать это. Ну, в общем, они помогали всем писать стендап. Еще никто не знал, что это за жанр, что это такое. Вот, мы сделали первую вечеринку в пабе «Сто ручьев» в Воронеже. И уже тогда Рома позвал на эту как раз вечеринку Руслана Белого. Вот, стендапа на ТНТ еще не было, но он уже готовился, и Руслан уже был очень опытный. В этом у него был материал, то есть мы его позвонили как хедлайнера, грубо говоря, этого всего. Мы выступили, прошла вечеринка, я там прочитал монолог, который вы могли видеть в Comedy Battle, вот, про дневник. Как раз я его там прочитал. Вот. Спустя какое-то время мне звонит Руслан Белый. Говорит, Антоха, привет. Я говорю, здорово. Он говорит, не хочешь приехать и выступить в Comedy Club? Я говорю, да, хочу. Говорит, тебе перезвонят. И давай. Все, я помню, я в машине. Я как сейчас помню вообще этот день. Я сидел в машине вот так, в Воронеже, я Нокио вот так на красный нажал, в Comedy Club. И все, и следующая срезка, я первый раз в жизни лечу на самолете, первый раз в жизни вообще. Я приземляюсь в Шереметьево, гостиница Олимпийская. Вот так вот, я в гостинице, у меня монолог на ноутбуке, который я взял у Позова, у Димки такой маленький ноутбук. Все, я сажусь в такси, приезжаю, Мещанка, вот этот вот огромный знак Comedy Club, мне говорят, Шастун, проходите. Я вот так вот прохожу. Меня заводит какая-то девочка, надпись резидентская. Я вот так вот открываю от меня, никого нет, я сажусь на диван, закрываю дверь и говорят, сейчас подойдет Алексей. Это Алексей Ляпоров, как раз, редактор. Вот. И я помню, я сижу вот так в резидентской с ноутбуком, и в эту резидентскую начинают заходить все. Ну вот на тот момент все вообще кумиры, все, Воля, Харламов, Рева, ну вообще все, кто на тот момент в Comedy Club. Они все заходят и такие, привет, привет. Ну просто тип сидит в свитере с ноутбуком на диване. Я просто вот так вот сижу, я не знаю, что со мной творилось, но то есть это вот все люди, которые, то есть в школе там Comedy Club, это было что-то вообще невероятное. То есть абсолютно. Ну сегодняшние твои друзья, давай так назовем. Вот они все пришли, пришел Леша Ляпаров, мы отредактировались. В общем закончилось все тем, что я выступил в Comedy, и я выступил там ужасно. Это был полный провал. Вообще еще там так получилось, что был мотор Comedy, вышел Харламов и Батруха с Эдуардом Суровым. Ну то есть там Яша упал в лаву, Яша лава, Яша лава. И воронежский стендап-комик Антон Шестовый. И я в зеленом кардигане вышел. Не зашло ничего вообще. Там не было вообще смеха. Лишь бы все это вообще быстро уже было отторобанить, мне весь этот материал. И потом, после этого выступления, мы поговорили с Гариком Артиросяном. Он сказал, да, не получилось там и так далее и тому подобное. И говорит, попробуй свои силы в Comedy Battle. Я говорю, да, хорошо, попробую в Comedy Battle. Я приехал в Comedy Battle и как раз на Comedy Battle я познакомился с Вячеславом Мухаммедовым. Он редактировал в очередной раз материал там финальный какой-то и мне парни из Воронежа звонили и говорили, давай, ты им должен показать импровизационное шоу, которое мы делаем в Воронеже, давай. Я помню, я заходил в гостинице в номер, там сидел Рома Колесников. Какая-то флешка была, что? Да, сидел Рома Колесников. И там как-то присылали через какой-то диск, я Рома просил, Рома, 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 пожалуйста, мне нужно. Вот так вот ски. Я помню, что я захожу на редактуру с ноутбуком, рассказываю Славе в налог, он говорит, да, хорошо. А потом он говорит, Слав, а еще у нас есть такое шоу, вот мы в Воронеже делаем. И я как сейчас помню, больше всего меня удивило, что он сказал, а я про вас знаю. Да, прикольно. Он посмотрел буквально пять минут и говорит, все, классно, назначаем встречу и встречаемся. Самое главное, что нам дал, он дал нам возможность все это делать. По сути, мы приехали, нам сняли квартиру, дали зарплаты, вот, то есть он дал нам возможность заниматься только этим. Мы переехали и в тот момент нам сказали, что давайте мы объединим вас с талантливыми ребятами из Санкт-Петербурга. Там был как раз Сережа Матвиенко, Арсений Попов и еще один парень, которого звали Антон. Вот, и зовут Антон до сих пор. Все хорошо. Мы подумаем, что он его убил из-за этого. Вот, и мы начали работать над этим шоу. Впереди нас ждало еще три пилота и только потом. Три года. Эфир, да, три года. Так, это как-то команда, грубо говоря, у вас была какая-то команда? Да, у нас был импровизационный театр в Воронеже. Ну, театр это грубо так сказано, какой-то не театр, конечно же, просто мы в шестером импровизировали в Воронеже в Доме актера каждый месяц сделали импровизационное шоу. Я там появился, меня туда пригласили. Я это все не начинал, начинал это все как раз Димка Позов и Стас Шеменов. Они делали это в клубе и это очень, ну, вообще это не было похоже на то, что сейчас есть в эфире импровизация. Это были какие-то такие, ну, развлечения такое там, клубное развлечение. Потом уже мы узнали, что и вообще существует такой юмористический жанр. Начали в него погружаться, погрузились и каждый месяц в Доме актера выступали с этим шоу. Ну, как мне кажется, ну, то есть для Воронежа мы были достаточно популярны. То есть каждый месяц собирать, типа там, 350-400 человек. Ну, типа, в солд-аут всегда было. Ну, да, да, у нас было прям хорошо. То есть, ну, там было смешно, классно. Мне нравилось то, что мы делали, мне кажется, это было прикольно. А параллельно в Питере существовал такой же театр. И он назывался театр сразу. Там был Сережа Матвеенко, Арс, и вот, они втроем были, и Антон. Вот, и когда мы приехали в Москву, нас соединили, и пошла работа. Ну, Ваня, еще есть такой театр, по-моему, в Томске, такси-театр. А, да, да, они тоже очень давно этим занимаются. Вообще, помимо и нас, и ребят в Питере, тоже были импровизационные театры. Еще был такой театр, как же он называется? А, No Brain Theater, он назывался. И там был Коля Куликов. Это сейчас он сценарист, Легенда 17. Много из чего. Много из чего. Я худею. Я худею. Последний фильм, у него огонь. Абсолютно, да, он был, он импровизировал в том театре. Он даже к нам в Воронеж приезжал в гости, они приезжали своим театром, и мы типа батлились тоже там. И вот были, существуют эти театры, существовали. Почему он не попал? Не смогли выговорить название его театра? Скорее всего. Ну, не знаю. Почему-то по такой схеме на совмедении. Михаил Денисов. Наверное, вопрос, который ты слышишь очень много раз. Какой процент заготовки на импровизации или все вообще на ходу? Вот, да, очень часто у нас это спрашивают. Самый лучший способ проверить импровизируем мы или нет, это сходить на живой концерт шоу импровизации. Вот, потому что в телевизионном эфире все темы, на которые мы импровизируем, дает нам Паша. Вот, он дает их с карточки. Мы их не знаем. Ни одну тему никогда мы не знали заранее. А что вы знаете перед съемкой? Вот реально. Что мы знаем перед съемкой? Вот у нас как раз скоро съемки. Что я сейчас знаю? Я знаю, какие конкретно будут у нас импровизации. Вот, я знаю, на какой позиции я буду играть. Ну, грубо говоря, как в спорте, да? Я нападающий или защитник сегодня? Вот, ну, грубо говоря, я вот знаю, что на следующих съемках в импровизации дублер я буду озвучивать гостя. Хотя всегда это делал Сережа, мы решили сейчас поменять. Вот, все, больше я не знаю ничего. Я не знаю ни тем, ничего вообще, ничего не знаю. Вот, и говорю, самый лучший способ это сходить на живой концерт, потому что в телевизионной передаче все темы нам дает Паша, а на живом концерте шоу-импровизация все темы дает нам зал. То есть, если это не убедит человека, то есть, что мы подговорили там 200 человек или 20 возим из Москвы по всей стране, которые нам кричат влюбленный тракторист. Ой, как удачно. Вот, и это самый лучший способ проверить. Нет, никакой заготовки нет. Вы обратите внимание, насколько крут Антон Шастун. Он не только интересно рассказал ответ на этот вопрос, но еще и нативно интегрировал сюда рекламу концертов. Представляете? Насколько хитово. Ходите на концерты, проверяйте, импровизируйте. Слушай, это круто. Естественно, был такой вопрос, почему в вашем шоу нет девушки? Я спрошу, действительно же разнообразило бы, правда? Да. Гендерная тематика 100% разнообразила бы. Да, да, конечно разобразило, но нет девушки. Во-первых, у нас не только нет девушки, у нас нет и другого кого-то пятого. То есть мы вчетвером, скажем так, активно работаем над тем, чтобы мы были вот вчетвером и там никто не менялся, не добавлялся новый, никто не убирался и так далее. Вот. Почему нет девушки? Потому что импровизация это такой жанр, в котором мы играем очень разные роли. Грубо говоря, там, я за одну передачу могу быть королем, бомжом, проституткой, не знаю, там, еще президентом или еще кем-то там. Вот. И я могу играть как девушек, так и парней. И когда мы в сцене играем двух девушек, это, ну, нормально. То есть мы допускаем, этот уровень, типа, допускаем, что вот они играют двух девушек, это абсолютно нормально. Когда в коллективе, в импровизационном появится девушка, и вот я знаю коллективы импровизационные, в которых есть девушки, и когда они начинают импровизировать, они по-любому всегда должны быть девушка и парень. не может быть по-другому, потому что, когда в сцене играет девушка и парень, и им дают две девушки, собираются на свидание, девушка играет девушку, это нормально, а когда парень начинает играть девушку, а на сцене есть реальная девушка, это смотрится очень странно. И тем более, на мой вкус, странно, когда типа парень и парень, и девушка играет парня. Ну, то есть это тоже очень странно. Поэтому это вот такая вот штука, когда нам кажется, что вот четыре парня, все логично, играйте кого хотите. То есть когда парень и другой парень играет девушку, это тоже вполне нормально. А если вдруг девушка-парень, а девушка играет парня, а парень-девушку. Вот из-за этого. Еще. Конечно, непонятно, объяснил он или отмазался. Действительно, может быть. Но вы ретроград, я хочу вам сказать. Вы попробуйте что-то новое. На концертах вы вызываете девушек из зала? Конечно, безусловно. Нет, нет, нет. Когда они приходят в гости, это понятно. Но гости у нас не импровизируют. То есть они, ну, в том смысле, они не... Не, ну понятно, что они не так натренированы на это дело. Просто понятно, что могла прийти звезда. Вот, кстати, был такой вопрос. Кто реально из гостей тебя удивил? Вот ты думаешь, ну, вот это придет сейчас. Блин, деревянный точно. А он прям невероятно. Блин, удивил? Да. Ну, Серега Лазарев. Ну, хотя мы все знали, что он типа такой... Мы все знали. А где? Все. Мы все знали. Ладно, ладно. Мы все знали, да. Ну, как нам говорили, что он активный, классный. Ну, все равно, типа, Лазарев. Ну, непонятно. Придет Лазарев. А он пришел и просто... Он жизнь не поседает. Не поседает. Что делать? Он может делать все. Прыгает, скачет, поет, танцует. И все круто. И вот он прям... Он крутой? Невероятно крутой. Очень крутой. Ты знаешь, вот когда смотришь, например, какое-нибудь западное шоу, там типа Фэллон или еще что-то, когда западный актер приходит, и ты вдруг открываешь для себя, что он и поет, и танцует, и так далее, и там зачастую выясняется, что они все выходцы из каких-то мюзиклов, они прошли через эту школу. Да, занимались импровизацией, очень многие из них. У нас там часть из них комики. Да, да, да. У нас это, конечно, беда, когда «Здравствуйте, вы актер?» Да. Да. И все. Вы снимаетесь в кино? Да. Да, да. И там из актерского... Когда премьера? 22 февраля. Спасибо. Из актерского только пауза. Ну да, 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 да. Лазарев все удивил. А из девушек приходил тату? Из девушек приходили, конечно. Блин, ну кого-то выделить одну... Кто тебе понравился? Блин, кто мне понравился? У нас было серебро. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот. Блин, да и нет. Все девчонки были классно, все активные. Смотри. Уан Ди Хелен. Уан Ди Хелен. Да. Но ты все-таки запомнил номер телефона Насти Задорожной? Познакомился? Я не знаю, о чем это. Я отвечу. Да. У меня есть ютуб-канал. Он называется «Шастун». Обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые. Здесь я должен это говорить, ребята. Подписывайтесь на наш канал «Шастун». Там вы не представляете, что там. Там настолько бомбезный контент. Вы этого не увидите нигде на ютубе. Только там. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Никакой баннерной слепоты. Только эксклюзив. Вот, да. Ютуб-канал «Шастун». И там есть шоу, которое называется «Контакты». Там уже вышло больше 10 выпусков. В чем смысл шоу? Ко мне приходит гость. И я задаю ему вопросы, но он не отвечает на них сам. И выбирает человека из телефонной книги, кому позвонить. Мы выбираем вместе. Он звонит, задает вопрос. Соответственно, там, если неправильно, звонит еще раз. Вот. И там в конце можно проиграть или выиграть. Посмотрите. Очень прикольно. Вот. И там, блин, с кого же это началось про Настю Задорожную? Я совру, блин. Я не помню, но у кого-то в телефонной книге я увидел номер, ну, контакт Настя Задорожная. А я очень любил сериал «Клуб» когда-то. Я реально только по этой роли ее помню. Я больше не помню. Ну, чтобы ты понимал, там, клуб истории, герои, принцессы, клуб, урбанистическая пьеса, клуб, то место, где молодежь меняется и в каждой новой серии шоу продолжается. Я прям знаю этот трек «Дина МС-47». Ну, то есть, там, вот, Батруха в такой кепке там снимался, Петр Федоров, там, вот. И она играла Василису в клубе, и она не могла найти любую. Я прям, короче, смотрел. Вот. И, блин, я когда наткнулся на ее номер, ну, этот контакт, я подумал, блин, это вообще такой флешбек. Настя Задорожная, и все равно я буду, буду тебя любить. И, блин, у меня такой случился ностальгический, знаешь, этот, блин, я типа Настя Задорожная. И потом ко мне пришел, и я, естественно, как-то среагировал, типа Настя Задорожная. И потом ко мне пришел второй гость, третий гость, и у всех в контактах. Настя Задорожная? Да, Настя Задорожная в контактах. Ну, она там, ну, видимо, знает всех этих людей. Настя Задорожная, вот. Ну, это было таким рефреном, типа, что вот Настя Задорожная, Настя Задорожная, вот. Ну, и, видимо, люди спрашивают, позвонил я ей, запомнил я номер или нет? Не запомнил номер. А позвонил? И не позвонил. Я проверю, есть ли у меня. автоматически сбит в Apple. Нет, нет, контакт. Это то самое предустановленное ПО, которое собирается ставить на телефон. Контакт Настя Задорожников. По-вей согласился, Самсунг согласился. Но суть этого канала, соответственно, канала Шастун, что там будет везде ведущий Шастун или как-то участвовать? Ну, пока получается так, да. Глупо называть канал Шастун и надеяться на что-то, что там показывают мультфильмы. Ну, не обязательно. Может, там появится что-то, где меня не будет. Полмиллиона, ребят, подписчиков. Сработало вот это. Простая схема, Шастун и лицо на аватаре. Все пока работает. Mercedes-Benz и Шастун. Две вещи, которые работают в этом мире. Ну, пусть так и будет. Рекрасно. Есть, естественно, эмористический вопрос Анастасии Панкратовой. Кто самый смешной в импровизации? Я. Все. Я так и думаю, не рассматриваю таких вариантов. Ирина Шведунова спрашивает. Расскажи о своих трех партнерах по импровизации. Что ты ценишь в каждом из них? Вот смотри, мне кажется, тоже такой вопрос интересный. Почему? Вас же собирали не по одному принципу. Типа вы все мальчики вас собрали. О, все мальчики. Класс. Ну, да. Какая же изюминка у каждого есть же, правильно? Да, да, да. Блин, ну, так. Может, в двух словах. Ну, да, в двух словах. Интеллект очки, знаешь, я не знаю, ну, что-то. Блин, Дима Позов, вообще, я с ним знаком очень давно. Очень сильно давно. И Димка вообще тот человек, который вообще привел меня, по сути, в юмор. Вот. И поэтому, ну, что я в нем ценю? Он невероятно умный человек. Кандидат медицинских наук. Он джеральный кандидат медицинских наук. А по какому направлению? Он стоматолог. Ну, это ты всегда смеешься? Точнее, не ты, а люди смеются. Это прекрасно. Я думаю, знаешь, как кандидат медицинских наук и так далее. Понятно, что стоматолог тоже профессия абсолютно нужная. Ну, знаешь, ты сидишь в офисе, не дай бог, там что-то случилось. Значит, сердечко схватило, думаешь, к Позову пью, а он стоматолог. Да, 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 да. Вот. И он невероятно умный человек, начитанный. Про Арса я могу сказать то же самое. Вот. Вообще, когда мы познакомились с парнями из Питера, вот, они были очень для нас странные. Ну, интеллигент. Очень, да, да. Северная столица. Он, хотя Арс-то, он из Омска вообще-то. Какой там Питер? Он из Омска больше. Вот. Но он из Санкт-Петербурга, вот, он, там, как будто он кажется странным, там, какие-то и так далее. На самом деле, он тоже невероятно умный человек. Арсений Попов, правильно? Да, да, Арсений Попов. Он же, по-моему, актер. Да, он, во-первых, единственный из нас профессиональный актер. Вот. И я думаю, хотя он сам говорит, что да и мне это не помогает. Вот. Но я уверен, что все равно ему это помогает в импровизации. Вот. Про Сережу Матвиенко что могу сказать? Ну, он веселый человек. Невероятно веселый человек. Вообще, в жизни это самый душевный человек, который вообще может быть. У него, вот, если побывать у него дома, или вот с ним куда-то едешь в машине, или на гастролях с ним садишься покушать. Это такой уют. У него всегда есть какая-то шоколадочка. Что-то. Вот в поезде едешь, он чайку наведет, сидит. И так душевно, вообще, невероятно душевный человек. Все они красавцы, все молодцы. Кайфовы, ребята. И то, что я самый смешной, это неправда. Все они смешнее меня намного. Перейдем к такому интересному отрезку твоей жизни. Марина Авилова спрашивает. Ты же играл в КВН за команду БВ Воронеж. Знают, помнят, помнят. Что значит БВ? БВ, будьте внимательны. Всегда есть расшифровка. Всегда есть. Нет, вообще, сначала было, будьте внимательны, потом мы сократились. Понятно. Значит, докуда вы дошли, почему закончил с КВН? Ох, КВН, КВН, да. Самым большим успехом в КВН, я считаю, я рассмешил Маслякова. Вот это, да. Но это было, кстати, не в составе команды КВН БВ. Это было, когда Влада, как команда КВН, бусики на шее. Да. В ней играл Дима Позов. Да. Вот. А я там, мы были авторами там. И я иногда выходил на сцену, и мы играли еще тогда в высшей украинской линии КВН. Сыграли там одну игру, проиграли, к сожалению. Вот. Ее ввел сам Александр Васильевич Масляков. И у меня была маленькая роль, я играл какого-то диджея. И я не помню, как звучала конкретно там шутка, но я помню свой панч, что я говорил, типа, о, ладно, тогда пойду институт закончу. Вот такой, ну, это было смешно. Вот. И я вот так стоял, там стоял Александр Васильевич, я говорил, пойду тогда институт закончу. Вот. Зал смеялся, я вот так уходил и смотрю, смеется Александр Васильевич. И я ушел за кулисы. Оставался микрофоном, так кинуться. Да, вот это сделал. Вот. А вообще мой КВНовский путь, он вообще недолгий. Да, я играл в КВН в школе, потом я поступил в институт, играл в институте в КВН. Потом у нас была команда КВН Стоп из ВГУ. И была еще команда КВН, которая называлась Будьте Внимательны. Вот. И эта команда, она там побеждала в студенческой лиге, мы в студенческую лигу так и не выиграли. Вот. И потом в какой-то момент мы решили объединиться. То есть мы объединились все в одну большую команду КВН. Она называлась Будьте Внимательны. Потом мы сократили название ДБВ. Мы играли в Центральной лиге Старт. Вот. Это лучшая Центральная лига мира. Центральная лига Старт Воронеж. Хотите играть в КВН? Все играли в Старте. Все играли в Старте. Все, кого вы знаете, играли в Старте. Арбай Андреевич, не благодарите. Теперь вы понимаете, почему он рекламирует все на свете? Потому что он лучший в этом. Он может продать вам все. Говно на лопате, вы все равно его купите. Потому что Шастун умеет продавать. Круто, круто. В Старте вы играли. Мы в юбилейный сезон. Я тоже горжусь. 50 лет КВН было. И мы выиграли Центральную лигу Старт. Вот. И мы поехали на Кубок чемпионов в Минск. Там выступили средние. Вот. И потом мы играли в Центральной лиге Москвы и Подмосковья. Мы там играли два сезона. Вот. У нас была очень крутая команда. Я до сих пор считаю, что мы вообще, там, даже не на 50% показали там свой какой-то потенциал. Там было очень много талантливых людей. Потому что это не просто две команды соединилось. Мы там со всех команд собрали очень много людей. Вот Макар. Илья Макаров как раз играл тоже в этой команде. Вот. И, блин, у нас там были начальные песни. У нас был Илюха Буслов, который просто выходил. И Эминемо трек просто читал от начала до конца. На английском. Там так качало вообще. Трек с пинг был. Как же у них. Там мощь была. Просто мощь. Вот. Но, видать, шутки были не очень смешные. Что-то у нас не получилось. Вот. И в итоге мы отыграли два сезона. Вот. В лампе. И все. По-моему, мы съездили в Сочи. И что-то как-то это все. Затухло. Развалились. Да, затухло. К сожалению. И все. Выживыша украинская линия КВН. Прикольная история, что мы стояли за кулисами с Димкой. И я помню, стоит парень с нами. И он с микрофоном стоит. И мы стоим вот так втроем. И выступает другая команда. А этот парень стоит с микрофоном. И он петь какую-то песню. Ну, певец какой-то приглашенный. И мы так стоим. Что-то поболтали. Что-то волнуешься. Он говорит. Да нет, не волнуйся. Ты не волнуйся. Удача, удача. Что-то стояли. И он говорит. О, вот все. Мне пора выходить. Пора. И я смотрю. Он так выбегает. С одной кулисы. Смотрю. С другой кулисы выбегает девочка. И они такие. Вставай. С первыми лучами. Вставай. И только я потом понял. Так это же был Дором. Оказывается. Потом. Спустя какое-то время. А я почему-то не знал этой песни. Ну, то есть. И потом Дором, Дором, Дором. И мы с Димкой. О, прикинь. Прикольно. И вообще к нам пришел Дором в передачу. Мы вам рассказали эту историю. Типа вообще. Мир тесен. Прикольно было. Анастасия Панкратова. У вас был очень хороший дуэт в шоу «Не спать». Антон и Макар. Почему вы разошлись? Да. И можно ли когда-то надеяться, что вы еще где-то выступите? Да. Шоу «Не спать». Вообще отдельная глава моей жизни. Я вспоминаю шоу «Не спать» только с положительными эмоциями. Мне очень нравилось. Я вообще понял, что, наверное, мне не так важно, что делать, как важно с кем делать. Вот. И Макар невероятный человек. Я его очень сильно люблю. И он очень смешной. Супер автор, супер актер. И мне очень нравилось работать с ним в этом шоу. Вот. Мы туда попали из Воронежского как раз камеди. Вот. Нас пригласили сниматься в это шоу. И было круто, было кайфово. Мы кайфовали от того, что мы делаем. Хотя были, конечно, сложности у нас. У нас вся эта была ночная писанина. Все это было, когда не выписывается, не получается. А мы лежим в номере, все закурит. У нас такой лимонад. Просто вода, в которую я кинул две барбариски. Мы так мешаем. Говорю, барбарисовый лимонад. Очень хорошо. А Макар потом бил меня бутылкой. Потому что я как-то говно получил. Ну, короче, нам было круто. Это было крутейшее время. И сама передача, как мне кажется, понятно, что она не стала каким-то невероятным хитом и так далее. Мне кажется, там было очень много талантливых людей. И там были смешные номера. И это было очень достойное и качественное шоу. Мы недавно с Макаром виделись. Мы сейчас стали меньше общаться. И, к сожалению. Вот. Потому что он работает на YouTube-канале Label.com. С пацанами Куки и так далее. А я в импровизации. Нас развели еще по разным офисам. Мы раньше все сидели в одном офисе. А сейчас они уехали. У них отдельный офис. Вот. И мы совсем редко видимся. И недавно мы как раз виделись на дне рождения у нашего общего друга. И там мы прям договорились, забились, что когда-нибудь мы что-то сделаем обязательно вместе. Обязательно. Потому что и он скучает по совместной работе. И я тоже скучаю. Это очень крутой был дуэт. Он участвовал еще. Вот мы делали шоу «Бойцовский клуб». Да, мы были еще в «Бойцовском клубе». Точно. Началась у меня импровизация. Понятно, что тоже. И мы перестали работать вместе. Написать миниатюры. Потому что не спать не стало. И непонятно было куда. И потом случилось вообще невероятное. Что Макарчик решил пойти в Comedy Battle. И он туда пошел с Александром Забродиным. И меня посадили в жюри Comedy Battle. Один из первых вообще разов. И я понял, что ну вот я его никогда не скину. Вот Макар выходит передо мной с Забой. И начинает показывать миниатю. Мне было максимально неловко. Некомфортно. Мне было неловко перед Макаром. Потому что, братан, мы с тобой. С самых низов, как многоточие. И тут я решаю что-то. И я просто понял, что это невозможно. Ну, они показали смешнейший номер, крутейший. И слава богу. Рассказываю. Это в этой истории есть очень круто. После и до. Давай. За месяц до этого. Это в офисе. Встречаемся мы. Говорим, слушай, надо кого-то в жюри нового сажать. Говорю, давайте поставим шестуна. Говорит, ну там у нас Макар участвует. Они раньше были в одном дуэте. Давайте посмотрим, скинет он его или нет. Это же круто. Типа, брат против брата. Давай, это будет круто. Все. Мы сидим в ПТС. Короче, все это происходит. Он говорит, он его не скинет. Да ладно, нет, подожди. Да нет, он не скинет. Там по глазам видно, что вообще никак. Он говорит, я его не скину. Я говорю, ну вот все. Давайте деньги. Спасибо, до свидания. Это было очень круто. И круто, что ты сейчас рассказал. Это попало прям. Да, да, да. Это круто. Смотри, а ты, ну вот у тебя нет в мыслях, что вдруг ты можешь еще выступить в каком-то шоу, грубо говоря, вот с Макаром, как дуэти. Вот тебе этот жанр сам по себе не спретит? Нет, вполне нет. Ну то есть почему бы и нет? Почему бы не выступить? Я бы с удовольствием, типа, пошел в Comedy Battle, вот, допустим, с Макаром. Я бы с удовольствием с ним поработал. Но там типа меня зовут в жюри. Это странно. Типа, я там буду выступать. Если ты пойдешь в сезон с Макаром, мы не позовем тебя в жюри. Нет, ну это понятно, понятно. Ну вот, блин, непонятно. Но очень хочется. Это был кайфовый. Хочется, хочется. Армазан Алиев. Как относишься к творчеству Label.com и приглашали ли тебя в этот коллектив? Как я отношусь к творчеству Label.com? Я отношусь положительно. Они делают много контента. Они молодцы. Это кайфовое объединение юмористов, правильно? Ну да, объединение юмористов, да. И меня туда не звали. Вот именно, ну знаешь, типа, приходи в Label.com работать. Такого не было. Хотя мы чуть-чуть поработали с Рустамом, с Рустамом Рептилоидом и Бимасаевым. Вот, на этапе, ну скажем так, неподготовки, ну и этапе очень раннего пилота проекта «Что было дальше?». Вот, еще когда это называлось, и тут произошло самое смешное. Этот проект назывался. Вот, и мы участвовали в этом проекте. Вот, потом наши пути разошлись. Вот, и все, собственно, вот мы чуть-чуть со всем поработали вместе. Ну, парни делают крутые вещи. Крутые вещи, крутые. Но больше всего мне нравится скетч-шоу Лены Кукой из того, что они делают. Ну, это такой, типа, очень-очень странный скетч-ком. Ну, странный скетч-ком, да. Мне нравится, что за этим стоит очень большой продакшн, то есть это все круто снято. Очень круто. Очень круто снято. Вот, там не все скетчи мне заходят, но... Местами не так смешно, как круто снято, да? Реально. Нет, 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 ну, нет, я понимаю, что они вкладывают в это, ну, типа, ну, да, наверное, мне не очень смешно, но есть очень смешные вещи. Нет, слушай, но не всегда же получается, это ж надо придумать смешно, снять смешно, смонтировать. Да, 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 конечно, конечно, абсолютно без... Ребята, вот все, кто там пишет что-то под выпусками, ребят, ну, что-то так... Вы просто подумайте, сколько там было труда, чтобы вы написали, ну, что-то так... Там просто умерли 30 человек, чтобы получить вот этот комментарий. Очень частый вопрос. Когда выйдет шоу «Импровизация команды»? О-о-о! Очень ждем. Подпись везде. Давай сначала расскажи, что это такое. Да, расскажу, что это такое. Так, «Импровизация команды» — это проект, над которым мы работаем уже два года. Вот, поскольку вышла импровизация на ТНТ, и, естественно, люди появились еще импровизационные коллективы. Их появилось не так много, как стендап-комиков, вот, это объяснимо. Вот, и... Но появляются импровизационные театры и так далее, и мы решили, что, блин, ну, надо эту движуху как-то объединить. То есть все этим занимаются. И мы решили придумать проект, который называется «Импровизация команды». Что это такое? Это баттлы двух импровизационных команд по четыре человека. Вот. Они баттлятся между собой, там, типа, шесть раундов. Они играют в различные импровизационные игры, набирают баллы. Кто-то из них побеждает, кто-то из них проигрывает. Вот. На данный момент за два года к чему мы пришли? У нас уже сейчас, на данный момент, активных команд, это те, кто участвует в сезоне, около 50. 50 команд? 50 команд. Да, они, у нас есть семь сцен. Это площадок, где эти баттлы проходят. Сцена в Воронеже, в Астрахани, в Екатеринбурге-Челябинске, в Москве, в Питере, еще в Москве студенческая, и еще в Москве самая главная сцена, которая называется «Хард». Там везде, на всех региональных бьются команды за победу, чтобы в следующем сезоне сыграть на главной сцене. Вот. И, в общем-то, соревнуются, 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 так они поднимаются. Знакомая схема, да? Команда соревнуются, она поднимает. Позвонят другие, сцены знакомые. Сцены знакомые. Ворочишь. Да-да-да. Вот. И мы сейчас дошли до такой, ну, точки, неправильно, до запятой. Мы дошли до запятой. Вот. Мы сняли пилот телевизионного проекта. Вот. Сейчас он дорабатывается, монтируется, показывается, опять перемонтируется, дорабатывается. В общем-то, ведется работа. Мы очень хотим, чтобы рано или поздно это появилось на ТНТ. Когда это появится, непонятно. Самое главное, что у нас появляются новые команды, да, чтобы в этом участвовать. Но мы понимаем, что без какого-то, ну, то есть без телевизионной передачи их не появится сразу много. То есть человек должен видеть все равно, что куда он хочет попасть, чем заниматься и так далее. Потому что сейчас все равно это сарафанное радио. То есть кто-то занимается этим, услышал, о, прикольно, пришли, импровизируем. Вот. Крутой проект. Мне очень нравится. И я, мне кажется, что это может быть очень круто. Это может быть крутой движухой. Импровизация команды. Мы оставим ссылочки. Да, обязательно. На Инстаграм, на их группу, наверное, ВКонтакте. Да, группа ВКонтакте. Где можно узнать всю информацию, почитать, что это, как это происходит. Это действительно, я был достойным чести, приглашен был в жюри на полуфинал, по-моему. Да, да, да. Мы были на полуфинале. Сцены Харт. Да, главная сцена. Это действительно, ну, прикольная вещь, где юмор рождается здесь и сейчас. И изначально у меня было очень скептическое настроение по этому поводу, потому что, ну, суть-то в чем, что импровизация такая штука, которая просто может не получиться. Да, да, конечно. Тренироваться, не спать, выступать и так далее. Но это все наработка происходит только за счет выступлений. То есть ты нельзя просто сесть, как вот в шутке писать в закрытом помещении, начать их писать и что-то получится. Нет. Да, да. Постоянно надо выступать. Вот это прикольно. Да, этим как раз объясняется, почему, допустим, там, стендап-комиков, людей, которые занимаются стендапом, намного больше, чем людей, которые занимаются импровизацией. Потому что человеку кажется, что начать заниматься стендапом проще. Потому что он увидел, о, человек рассказывает, ну, там, как обычно, истории из жизни. Вот, о, это же можно написать, пойти в любой бар рассказать. А импровизация – это найти себе как минимум двух друзей, которых тоже это интересует. Ладно там что-то там попробовать дома у стенки. И это найти, где выступать, собрать людей. И, то есть, концерт какой-то организовать. То есть это все сложно. Ну, тебе представь команду КВН, что там надо сделать. Прикинь, еще несколько конкурсов написать, посавить. С ума сойти там надо, короче. Не, ну, в данном случае команде КВН есть куда пойти. И вот мы хотим тоже сделать, чтобы люди, которые занимаются импровизацией, им было куда идти с этим. Еще плюс этого формата, что мне кажется плюсом, это то, что стендап, так или иначе, он очень популярен. И он популярнее импровизацией. Вот, что бы ты мне ни сказал, ну, народу просто невероятное количество. Понятно, что это мейнстрим. И сейчас все увлекаются, потом что-то поменяется. Я не знаю, дай бог, все будут заниматься импровизацией. Но суть в том, что стендап, так или иначе, это жанр текстовый, где очень мало актеров. Где ты просто выходишь, а импровизация, нужно сыграть шутку. Поэтому жанр, помимо того, что он уникальный, удивительный и так далее, он еще рождает актеров. Да, я согласен с тобой. Которые впоследствии можно тот же ТНТ использовать в сериалах, может использовать в других местах. Они могут писать те же миниатюры, заготовки и так далее. И это будет так же интересно, как и просто импровизация. Да, 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 я согласен с тобой. То есть здесь объемом намного больше. Да. Мы хвалим и хвалим просто, ребята. Стас Шеменов, нам какие-то нужны дотации, я не знаю. Иванов И. Какой у тебя рост и не мешает ли это в жизни? Так, мой рост 197 сантиметров. Мешает ли это в жизни? Ну, иногда я бьюсь головой где-нибудь, конечно же. А так нет. У меня нормальный размер ноги. Как мы выяснили. Да, да, да. 44 с половиной. 44 с половиной с обувью проблем нет. Да и нет. Мне вообще эти пиджаки запрещены. Запрещены? Плечи, ну не то, что запрещены, но типа плечи норм, короткий рукав. Нормальный рукав, плечи вот так висят. Все. Классической одежды нет дома вообще никакой. То есть брюки там, какие-нибудь эти пиджаки. Все не мое. Ну так не мешает мне. Мне нравится. Самолет банально. Самолет жестко. Вот это да, точно. Жестко. Самолет жестко. А у тебя же какие-то, вот нам гуликов рассказывают, что какие-то должны давать вам билеты обязательно. Короче, если они есть. Блин, вот я об этом тоже слышал. Слушай, он говорит, это в обязательном порядке. Ты приходишь, говоришь, у меня метр 97. Они тебе говорят, вот вам положены эти места. Они положены прям реально в любой компании. Ну типа Space Plus. Space Plus. Да, не надо до них до... У окна не знают. У окна не знают. У окна же? Нет, они не знают. А, они любые, такие же. Ты никогда не пользовался этим? Никогда не пользовался. Ты летаешь в бизнес-классе, подожди. Да нет, я без меня не летаю в бизнес-классе. Но я вот не знал об этой ситуации. Слушай, я думаю, что на какой-нибудь победе ты вообще умрешь. Вообще, Руслайн что ли? Или что-то еще? Вот, это, который летает вот типа до Воронежа, да? Да, 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 да. Она часто летает. Ну там летает и побольше самолеты, но вот таких, если где-то встречаются, все, это вот так и ночу. То есть, если человек передо мной решил отдохнуть и откинул, все, это я вот так сижу, пока человек не отдохнет. Подожди, вот ты летал в Воронеж на самолете? Да, конечно, да, много раз. Много раз? Да, да, да. Я летал, короче, раза четыре. И значит, я расскажу тебе просто историю. Давай, давай, давай. Был в шоке. Там летает авиакомпания. Как же она называлась-то? Полет. А, было. О, слушай, я на ней вот как раз один раз, когда я в камень и клапп летел вступать, вот один раз. Полет. Я прихожу, значит, на этот, это во Внуково было дело, там была маленькая пертурбация, ну это ладно, хрен с ним. Я дохожу до самолета, а я пришел последним на этот самолет, и я прихожу, и у меня вообще случился, я фотографии эти покажу потом. Этот самолет, значит, его собрали из разных кусков разных самолетов, потому что они по цвету разные, понял? И не, ну, когда он не покрашен, то есть, ну, покрасьте, чтобы людей не пугать. Он прям собран из разных кусков. И я уже настораживаю. Стоит, значит, летчик, у него вот такая шапка, длинное кожаное пальто, он говорит, где же вы ходите, мы только вас ждем. Он, значит, заводит меня в этот самолет, я уже в шоке, со мной какая-то бабушка сидит, типа, мы сидим, ну, буквально крайний, там, дальше дверь на выход, он закрывает эту дверь, проходит по салону, значит, все, говорит, мы взлетаем, взлетно-посадочную полосу, он выезжает, а это все слышно, там нет двери, вот эта все, вот эта проемка, и там слышно, что он делает. И он говорит, там, ваш взлет готов к взлету. Ему говорят, взлет запрещаю на посадке Боинг, подождите, там, все, ждите в очереди. Следующий, у него ответ. Ну, я быстро. Мы начинаем переглядываться в этом. Он говорит, слезы, прыщай, что непонятно. А он вот так в окно. Ну, типа, я быстро, понял? Мы всех это напрягло, окей, ладно. Значит, потом, ну, что-то происходит, мы взлетаем, все идет нормально, он взлетает как-то быстро и резко, там, небольшой самолетик, он набирает какую-то свою положенную высоту, все, он идет. И этот человечек, значит, видимо, поставив на автопилот, я не знаю, как это делается, там, кирпич он или что-то, там, блядь, припарковал. Он идет по салону и раздает вот эти сосательные конфеты. Говорит, пожалуйста, вам, вам. Говорит, вы будете? Нет, вы не будете. А попить не, попить не будет. Вот сосательные конфеты, пожалуйста. Всем раздал, значит, куда-то этот, значит, за этот самый... Ну, не кулек, он с подносом кем-то ходил. Поднос куда-то засунул. Открывается, в хвосте оказывается туалет. Он, значит, заходит в туалет, что-то там какой-то. Мы вот так сидим. Ну, то есть, пилот в туалете, чтобы вы понимали. То есть, и вдруг этот самолет делает так. Мы резко начинаем падать. Из этого, значит, туалета выбегает просто пилот. О, что ты? Мы возвращаемся. И бабушка, которая сидела со мной, она материлась до конца. Говорит, я тебя убью, слышишь, говно. Просто она летела, вот лезла туда уже. Я думал, она его реально задушит. Потому что, ну, там ор стоял и так далее. Вот это авиакомпания «Полет в город Воронеж». Жестко. Слушай, я на ней летал всего один раз. Потом она прекратила свое существование. Я надеюсь, что вообще такие вещи... Ну, это жестко. Валерий Франк, какая у тебя тачка? О, я недавно себе купил тачку. Мне интересен вопрос. Главное, хрен там с тем, со стоимостью марка и так далее. Просто это ж должна быть нормальная тачка. Просто, чтобы физически помещаться. Слушай, ну, да. Нет, вообще, я... У меня не было никогда, типа, с тачками, знаешь. Ну, то есть, понятно, что какой-нибудь, не знаю, там, АК, там, Мини Купер, Фиатр, Фидсот, Ниссан Микро. Ниссан Микро, ну, что-то такое. Это я туда все не помещусь, конечно. Вот. Но я помню, что первая машина, на которой я ездил, это была 14-я. Вообще. Это мамина тачка. Я вообще вот сейчас машину Гудрую купил. Это первая моя машина. Твоя? Да, моя. Чисто моя. Оу-е. Первая, да. И остальные все. Я на маминых машинах ездил. Но сзади тебя же невозможно явно сесть. Блин, да. Вот я сидел с 14-й, сзади меня уже было жестко. Хотя там, ну, тоже было неудобно. Потом у нас был Шевролет, такой хэтчбэк Лачетти. Вот. Это была иномарка тоже. Потом у нас была Киа Сид такая вообще четкая. Идем по классике. Трехдверная вообще. Она была спортивная. Диски в цвет кузова, шестиступенчатая механика, спорт вообще на шестой. Ну, то есть, не знаю, никогда у меня не было такого, что, типа, вот совсем неудобно, знаешь. Вот. И у меня бывало, что на дальние расстояния, вот когда едешь куда-то более-менее далеко, там, километров двести, у меня нога затекает. Вообще жестко. Я не могу. Вот. А сейчас я себе купил Шевролет Тахо джип. Туда я помещаюсь. Тахо. Туда я помещаюсь. Да, я очень хотел себе всегда огромный джип. Мы даже когда только приехали в Москву, только-только вообще приехали в Москву, мы жили в Отрадном, и у нас у зеркала стояла копилка, вот. И я написал на ней Натахо, и мы мелочь туда кидали, Натахо. Ну, это реально, это была мечта? Вот, да, была мечта Шевролет Тахо, была мечта абсолютная, потому что я, когда пошел ее покупать, я про себя подумал, блин, типа, огромный джип. У меня, типа, знаешь, нет восьмерых детей. Куда ее, типа, парковать в Москве? Типа, жрет она, ну, больше, чем обычная тачка. Я думал, блин, блин, сомневался. Потом приехал в салон, посмотрел на нее, блин, кайф, сел там, походил. Сомневался, сомневался, а потом я, знаешь, подумал, что это такой гешталь, знаешь, который надо закрыть. Вот, типа, я хотел себе Тахо, я, потому что вот, если бы еще двери вверх открывались, я бы включил этот 50 Cent и The Game How We Do, вот так уж, и ехал бы на него так. Потому что этот клип, там, правда, был Escalade. Да, у меня. Почти то же самое. Вот, но очень хотел джип, купил его себе. А машина мечты есть такая? Блин, прямо машина мечты, не знаю. Ну, какая-нибудь, типа, нет, очень прикольно, знаешь, не то, что, типа, себе купить, но покататься. То есть я не понимаю, при каких условиях я бы купил себе Lamborghini. Не при каких. Ну, да, вот, и вообще не куплю ее себе никогда, но вот покататься на ней, типа, прикольно. Попробую, там, на Феррари, на каком-нибудь. Вот, а вообще мне очень сильно нравятся вообще старейшие американцы. Понял, какой-нибудь вот Lincoln, вот этот какой-нибудь Town Car, ну, не Town Car, а там есть. А, во-первых, Dodge Challenger какой-нибудь. Ну, слушай, Dodge Challenger. Огнище, пожалуй. А есть не Lincoln, понял, который с диваном, вот шириной, я не знаю, какой, как вот до стены. Вот, и если он еще вот так прыгает, я шел с кульчик вообще, стоп-дог, прыгающая машина вообще. Это на хип-капиросах. Вообще, да, да, вот. Все оттуда. Ну, вот старые американцы очень мне нравятся, очень прикольно. У меня тоже было там до какого-то момента, мне почему-то хотелось, ну, вот, покататься, ты хотел на Арбаджине, вот я хотел покататься на кабриолете. Типа, я думал, вот сейчас куда-нибудь приеду в тепло, обязательно кабриолет и так далее. И вот, когда у меня там уже начинало, ну, хватать денег на то, что куда-то выехаете снять там кабриолет, я уже ездил с дочерью с маленькой. И когда я приезжал, думаю, блин, ну, это странно, что у меня на заднем сиденье в кабриолете детское кресло и ребенок, наверное. Ну, это как-то сейчас очень тупо. Что бы я ни делал, это будет выглядеть отвратительно. Кабриолет у меня тоже такое было, я тоже поездил. Я мечтаю, типа, знаешь, когда-то вот, ну, оказаться, я уже не знаю, ну, может быть, когда-то окажемся мы с женой, чтобы прокатиться по какому-нибудь классному серпантину, где будут, да, справа море, слева какие-то скалы. Да, я вот так проехал на кабриолете, проехал, прикольно, прикольно. Ну, когда с Заней, мама, я иду, это останавливай. Вот так же это будет. Да, да, да. Ну, ладно. Слушай, пусть мечты сбываются. Да, да, да. Мария Сярк. Да. Ты классно рэпуешь. О, началось. Если у тебя любимые рэперы, хип-поп-исполнители, читаешь ли ты рэп вне телевидения для себя? Блин, всегда слушал рэп, всегда слушал рэп, очень нравился хип-поп. Вообще, я, типа, слушаю очень много разной музыки, вот, но рэп всегда нравился, нравился, слушаю рэп всякий, разный. Вот, дома для себя не читаю, нет, ничего не зачитываю нигде, вот, никаких треков пока у меня нет. Вот, ну, слушаю рэп, блин, ну, слушаю всякий, очень много у меня всего. На зарубежные там все подряд, у меня там есть 21 Savage, Gucci Mane, у меня там есть, у меня там есть 6ix9ine, которого уже посадили, он ничего не выпускает, всякие Lil Pump'ы. Потом там есть жуткий олдскул типа Mob Deep'a, вот. А, еще в школе, русский рэп, русский рэп, конечно же, в школе, центр, Гуф, Слим и Птаха, заходила на ура, вообще. Забегали, как дети в школе. Просто, а что еще делать, можно шкаф передвинуть или позвонить дальнему знакомому и его кинуть и пошел качать. Очень мне нравилось, до сих пор даже я иногда слушаю, да, и слушаю Гуфа там иногда. Короче, хип-хоп культура у тебя. Да, да, рэп люблю, вот, и из русских какой-нибудь рэп, ну, я стараюсь там всякие новинки скачивать. Последний что-то у меня скачал я альбом от Джи Будда, знаешь, такой, вот, да, тоже послушал. Блин, ну, я много слушаю рэпа. Кайп, рэпак. Но альбом не собираешься записывать? Не-не-не, альбом записывать нет. Даже EP не дождешься? Пока нет, пока нет, но посмотрим, может, что. Были ли предложения у тебя сняться в кино? Нет, не было. А хочешь? Есть такая? Я бы себя попробовал. Ну, просто, блин, мне всегда, знаешь, не нравится, ну, как не нравится, типа, вот выходит фильм, и я вижу, когда там играют, допустим, люди, ну, не актеры, КВНщики кто-то. И я когда смотрю этот фильм, всегда же, типа, есть такое, что вот они как-то выделяются. Ну, не всегда, но есть моменты, когда некоторые, кто-то выделяется на фоне остальных актеров, то есть видно, что все это все равно... Он не профессионал. Да, не профессионал, это какая-то КВНовская школа и так далее. И я, мне очень хочется попробовать, это, конечно, очень интересно, блин, кино и так далее, но вот мне очень, типа, я бы очень сильно расстроился, если бы я потом посмотрел и подумал, а, блин, да у тебя вообще ничего не получилось. Может, я не знаю, если меня когда-то позовут, я точно, наверное, схожу на какой-то, знаешь, там, курсы бывают какие-то, типа, там, ускоренные курсы актерства и так далее. Ускоренные курсы актерства? Ну, блин, стопудово такое есть. Замочи, да? 24 часа только с мобильным приложением. Вот такое, да. Слушай, ну, это, наверное, задача так режиссера, подобрать такую команду, чтобы она была... Да, и снять человека так, чтобы показать только его выгодные стороны. Тем более фактура прям, ну... Конечно, да. Великолепная, то есть высокий человек. Ну, мне очень интересно попробовать, да. И мы, кстати, вот не так давно работали над одним рекламным проектом для одного приложения для знакомств и снимали такие ролики на YouTube, там, про знакомства. И там... Это ты про Портхаб или про Баду? Для Портхаба снимали ролики, их посмотреть невозможно пока. Да, для Баду, для Баду. Для знакомств снимали. Просто уточнить. Так, без его, я так походил. Вот, снимали эти ролики. И там, да, были проекты, он назывался «Встреча, расставание, поцелуй». И там, ну, сложно назвать это актерством, но там все равно было какой-то некий, типа, ну, как будто актер, да. То есть как будто какое-то мини-кино, какой-то такой сериал чуть снимали. Было очень интересно не только мне, а всей нашей команде вообще поработать, вот именно такое снимать. Вот, так что это очень интересно, но меня никуда не забыл. А ты, когда смотришь на себя, конечно, ты сыграл, например, в каком-то там эпизоде. Ну, да. Ты себе нравишься или нет? Блин, а ты знаешь, что тут как получается? Я же смотрю на себя, ну, в импровизации, где еще? Тут фишка в том, что, допустим, в импровизации, когда я на себя смотрю, я же не смотрю на себя с точки зрения актера. Ну, то есть там все равно это все гротеск. То есть там сыграю бомжа, птицу, а, и все. И то есть это же не актерство. То есть я там, когда смотрю на себя, я вообще об этом не думаю и понимаю, что это все, ну, такое, все утрирование сильное. И я больше там смотрю на себя и, типа, ну, а Шастун, где же шутки? Вот, типа, вот только с такой позицией, что, типа, вот. А когда вот я смотрел этот проект, я, типа, все равно думал, что, блин, вот тут можно было сделать получше. Блин, а вот тут получше. Но я еще не могу, знаешь, типа, сформулировать, а вот что получше. И понятно, что там все друг другу что-то подсказывают, мне что-то подсказывают, как сделать лучше. Но, блин, все равно профессиональный актер это там, все равно где-то вот там. Слушай, подожди, самокопание это всегда хорошо. Ну, хорошо. Я озвучил мультик. Да, это я знаю. Вот, да. Вот это был тоже опыт. Что за мультик? Скажи всем. Это был очень интересный опыт. Этот мультик называется «Тролль. История с хвостом». Вот. Он такой, ну, детский, понятно. Хотя, когда я его озвучивал, ну, я его посмотрел, естественно, весь, мне показалось, что он даже, типа, ничего. А у меня еще была такая роль. Там персонаж двухголовый. У него две головы и, типа, такой он. Ну, как я понял, это персонаж в мультике, на котором, в основном, на этого персонажа, идет юмористическая нагрузка. Знаешь, как осел в Шрейке, там, вот такой всегда есть персонаж. Вот это он двухголовый такой. «Белка» в «Ледниковом периоде». Да, «Белка» в «Ледниковом периоде», типа того. И, короче, там, соответственно, я две, как бы, роли сразу озвучивал. Блин, я там сидел очень долго вообще. Мне говорят, часов, не знаю, 15 я там сидел. Вот. Хотя мне сказали, что обычно за день это не делается. Но мы сделаем за день. Вот. И было очень прикольно. Ну, то есть там все равно нужно войти в роль. Ты сидишь и там что-то говоришь. Там каким-то вот таким голосом. Или там вот таким голосом. Ну, был очень интересный опыт. Этот мультик не очень… Не в широком прокате? Да, да. Не в самый широкий прокат. Только в узкий прокат он вышел. Вот. Потому что он какой-то там канадский и так далее. Вот. Но мне было очень интересно это попробовать. Я попробовал. И мне понравилось. Я не видел, конечно, результат. Я жду, что если он появится где-то там онлайн, я его обязательно позабил. Господин Балабанов говорил, что кино снимается два раза. Первый раз ты снимаешь ее с актерами, а второй раз на озвучке. На озвучке. Да, это вообще делает кино еще намного круче. Поэтому… Не, я видел, как вот озвучивали, например, того же Холопа. Мне показывал Морозенка. Это огромный экран. Да, да, да. Зал, где они бегают, реально встают что-то. А я слушал это, видел видос, как озвучивали «Властелин колец». Тоже, там типа, ну вот пол тоже вот такой. И когда человек идет, и он там наступает на сено, на меч тоже. Кладут вот так меч, сено, он этим сапогом, да и куча микрофонов. Все это. Люди просто сапогом на меч наступают, а аппаратуры вокруг. Ну, очень круто. Чем бы занимался Антон, если бы не юмор? Ой, вот это вопрос, который вообще… Я сам себе его иногда задаю и понимаю, что у меня вообще нет ответа никакого. Потому что так сложилось, я вообще считаю, что мне очень сильно повезло вообще в жизни. И я начал, ну, играл в КВН и в институте, я уже занимался юмором. И у нас были там какие-то успехи и так далее. И в какой-то момент в институте я понял, что, блин, мне вот юмор, вот это мне нравится. Вот мне прям нравится. Я абсолютно себя никогда не видел на какой-то работе, тем более там сидячей работе. Вот, блин, мне кажется, я бы сошел с ума. И вот как-то юмором я занимался. И так получалось в моей жизни, что я никогда вот не попадал в эту вилку. Что типа, когда мне нужно там выбирать что-то. Так все складывалось, что мы шли-шли-шли, КВН, КВН, КВН. Потом как-то вот что-то закрутилось, какой-то комедий батл. И что-то идет, идет, идет. И потом появилась импровизация, и я понял, что вот, вот туда надо идти. То есть очень часто же бывает, когда люди играют в КВН, и, допустим, в КВН, да, они играют долго, 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 так долго, что уже казалось бы, ну все, просто работа, просто жизнь. Вот они, жена, дети, нужно уйти туда. Но все равно тебя туда тащат. И вот это вот состояние, когда типа, наверное, это такое состояние. У меня такого не было. И поэтому мне кажется, что мне повезло. Я себя не вижу вообще ни на какой другой работе. Ну то есть, нет, это по-любому было бы какое-нибудь творчество. Вот какое-нибудь творчество точно. Менеджер. Я по образованию менеджер. Какой менеджер? Что? Меня из института выгнали. Выгнали? Да. Ты не доучился? Не, ну у меня есть высшее образование. Я доучился в другом вузе. Но я учился в Воронежском государственном университете. И меня... На кого хоть учился-то? Я учился на факультете прикладной математики, информатики и механики. Механики. На специальности бизнес-информатика. Учился я плохо. Я и в школе учился достаточно средне. Вот. И я этим абсолютно не горжусь. У меня в аттестате школьном есть тройка по физике. Я даже в эфире импровизации это рассказывал, что я договорился с учительницей физики, что если у меня не будет никаких других троек, ты мне четыре поставишь. Она говорит, да. Я на выпускном открываю аттестат, там три. И учительница физики стоит. Вот. Но я абсолютно ее не виню. У меня была даже не тройка по физике. У меня была двойка по физике. То есть это абсолютно моя заслуженная оценка. Вот. И я учился плохо, потому что в определенный момент в старших классах, блин, я понял, что мне как-то неинтересно, что ли. Ну, не знаю. Ну, вот. Меня увлекал КВН, увлекал спорт. Мне это очень нравилось там в этом развиваться. Вот. И потом в институт, и в институте начался уже КВН такой, типа, ну, посерьезнее, там уже и писать ночами, где-то в общагах, дошираки. Все дела, все было. И были хвосты, хвосты, хвосты. И прямо перед дипломом, а там был бакалаврят, четыре года, и прямо перед дипломом меня отчисляют. Отчислили. Самое сложное было сказать маме. Самое сложное, потому что я учился на платном. Я сдал ЕГЭ плохо, да. И мама четыре года платила за обучение. Я понимал, что все это конец вообще. Я приду сейчас маме, скажу. Но у меня супермама, золотая мама, она сказала, ну, что ладно. Я тут же нашел вариант и перевелся в Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого. Это вот так звучит. Мы растим кукурузу под присмотром царя. Да, да, да. Вот. И я в итоге закончил его экономический факультет по специальности менеджмент. Вот, получил этот диплом. И, то есть, когда я его уже получал, уже с импровизацией там что-то у нас начиналось. Вот, именно уже в Москве. И я его получил, и все. И понял, что я его положил. И больше не открывал его ни разу в жизни. Возрадуйтесь, господа хейтеры. Вы же так хотели. Если Шастун бы не занимался юмором, он был бы никем, ребята. Абсолютно, абсолютно точно. Виктория Барсук спрашивает. Виктория Барсук. Ну-ка, ну-ка. Вот. Вопрос интересный. Твоя личная жизнь покрыта мраком. Да. Есть ли у тебя девушка? И если есть, почему ее нет в твоем инстаграме? Да, я обычно не люблю афишировать личную жизнь. Потому что мне кажется, что личная должна оставаться личной. Вот. Я говорю всегда, у меня есть девушка. У нас все очень хорошо. Мы все отлично. Почему ее нет в моем инстаграме? Потому что моя девушка не медийная личность. И она хочет такой же и оставаться. То есть все равно, безусловно, когда какой-то известный человек встречается с кем-то, допустим, неизвестным. И если кто-то где-то в социальных сетях, он что-то выкладывает, конечно, к этому человеку тянутся какие-то люди. Вот. Она не хочет быть медийным человеком. Зачем ей это? Ну, короче, ты этого не делаешь, чтобы не летели копья проклятия. Абсолютно. Глупые комментарии. И в том числе из-за этого тоже. И понятные угрозы и так далее. Абсолютно. Да, да, да. Сейчас просто рухнул, короче, сайт. Трагедия. У Шестуна. Уже полмесяца эта женщина. Да, да, да. Вы давно вместе? Так, давно ли мы вместе? Вот сейчас мне может прийти пи***а. Сейчас. Мы вместе. Очень серьезный разговор дома. Антон, я не понимаю, ты не помнишь, сколько мы вместе? Я тебя из Афгана тащила на себе, а ты не помнишь, сколько мы вместе? Мы вместе вот типа три с чем-то. Три с чем-то. Три с чем-то. Для мужчины это очень точная дата. Это если я не ошибся. Блин. Ну все, ладно. Три с чем-то пусть будет ответ. Классно. Три с чем-то. Три с чем-то. Ну мне просто плохо со временем, я не помню года. Перейдем к блоку рекомендации. Рекомендации? Да, рекомендации. Я объясню, что это такое. Это такой блог, где мы просим, я прошу своих гостей рассказать сейчас очень большой объем информации. Книги, кино, сериалы и так далее. Порекомендуем нам, что почитать, что посмотреть, во что поиграть, если ты играешь. Начнем с книг. Читаешь ты? Так, смотрите. Книги. Это моя больная точка и слабая сторона, и то, за что мне стыдно. Я очень мало читаю. И постоянно пытаюсь это исправить, но нахожу для себя отмазки, по сути, это оправдание, что типа у меня нет времени, я такой занятой человек. Вот, безусловно, там в школе, конечно, мы все-все проходили там всю классическую литературу и так далее. Но вот я вот прям не читаю. Это очень плохо, и от меня каких-то рекомендаций ждать, это вообще бесполезно. Сериалы и кино. Смотрю кино, люблю кино. Есть один фильм, который, я помню, что на меня произвел неизгладимое впечатление. И я даже, вот есть такое, что я боюсь его пересмотреть. Я смотрел его один раз, я боюсь пересмотреть и понять, что, блин, это не так-то круто, как я его видел в первый раз. У меня тоже есть такой фильм. Вот, да. Это фильм Догвиль Ларса фон Триер. Так. Да, это очень круто. Я посмотрел, и я под впечатлением дня три вообще ходил. Как это сделано, как это круто. Да, 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 да. У меня был исключительный случай с этим фильмом. Исключительный. Давай. Значит, смотри, это был Санкт-Петербург. Ага. Я пришел в кинотеатр, значит, и там было всего два зала в этом кинотеатре. Ага. И в одном кинозале шел фильм «Бумер», а во втором – Догвиль Ларса фон Тригера. Смотрите внимательно, теперь дальше объясняю. На «Бумер» все билеты кончились. И все люди, которые пришли на «Бумер», пошли на Ларса фон Тригера. И я в том числе, потому что я тоже шел на «Бумера». Да, да, да. История этого кино уникального – то, что там нарисованный город, просто нарисованы комнаты и так далее. Снимается обаятельная и сумасшедшая. Николь Кидман. Николь Кидман, да. И так далее. И это вот такое экстравагантное, экстрадирнарное кино и так далее. Но эти люди шли на «Бумер». И они были в полнейшем шоке от того, что они видят. Ну да, 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 да. И в момент, это сейчас будет спойлер, если вы не хотите это узнать, промотайте. И в момент, когда приезжает ее отец, и она говорит «Убей их всех», зал говорит «Да! Убей всех!» Абсолютно, блин, у меня была точно такая же муцик, когда я смотрела. Там были аплодисменты, истерика. Давай, и дальше люди, все. Это удивительный фильм. Фильм, конечно. Удивительный. Потому что, блин, для меня в этом фильме особенно… Вот, то есть, да, ну это не спойлер, это типа, что они играют там в декорации. По сути, это огромная декорация. Там нет домов, они двери открывают. Меня поражило, что я смотрел, что, блин, Николь Кидман, дверь как в КВН. Она как в миниатюру вот так заходит. Ну, то есть, для меня первые 15 минут, а мне еще посоветовали, я смотрел, думал, что… И в момент, когда вот случается эта магия, когда ты забываешь, когда ты видишь эти дома и видишь это все, вообще, это было очень круто. Вот так что, этот фильм рекомендую. Кино? Так, окей. Сериалы. Сериалы. Из последнего. Я посмотрел сериал от Netflix, который называется «Sex Education». Что-то я про него слышу очень-очень много. Это круто? Слушай, это круто. Половое воспитание. Мне понравилось. Половое воспитание, да, по-русски, да. Половое воспитание называется. Блин, это круто, мне очень понравилось. Этот сериал, он, блин, он местами очень сильно пошлый. Вот топорно пошлый. Там, естественно, все про секс, про подростковую жизнь, про какие-то проблемы, подростковые проблемы и так далее. Там показана разная любовь, там, ЛГБТ-отношения и так далее. Но, что мне очень сильно в этом понравилось, что это показывается абсолютно нейтрально. То есть, как это сказать? Вот лучше всего это сформулировал как раз Стас Шемином, который наш креативный продюсер. Каждый раз так нужно говорить. У меня так в контракте с ним. Вот, он лучше всего это сформулировал, что там это показано с очень нейтральной стороны. То есть, это никак не романтизируется или не показывается с угла, с какого-то, что типа... Это плохо. Да, это плохо. Это показано вот как есть. Такое бывает, ребята. Все происходит в Британии, да. То есть, там показано столько, типа, обычно и нормально, что, типа, сначала ты, тебя это... Ну, то есть, там, в какой-то момент, там, не знаю, девочка целует девочку или парень целует парня. То есть, ты на секунду думаешь, погоди. Ну, то есть, все равно русский менталитет, в смысле, вот. Эй, я не делаю. Эй, 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 я сейчас... Я тебя. Да-да-да, вот абсолютно такое. А потом ты просто смотришь и понимаешь, что просто вот, это просто жизнь, это все есть. И вот это очень круто. Ну, и он смешной. Естественно, как во всех сериалах, первый сезон поплотнее, поприкольнее. Вот второй сезон уже такой растянут. Там всего два сезона пока вышло. Но вроде третий одобрили. Вот его из последнего я посмотрел. Я начал смотреть «Майндхантер». Да, «Охотник за разумом». «Охотник за разумом», да. Дэвида Финчера. Финчера я обожаю, кстати. Вот есть еще рекомендации. Очень долгие планы, где вот это... Да-да-да-да. Если еще нужна рекомендация вот режиссера, Финчера вообще. Я, собственно, из-за него включил этот сериал. Я посмотрел первую серию, и что-то мне как будто как-то медленно все, как-то тяжело. Я обязательно посмотрю дальше. Мне даже... Я выложил в сторис, что типа я посмотрел первую серию, мне не зашло. И мне написал видеоблогер. Это... Он обзорщик кино. Это Артем Харченко. Катзекрэп. Канал называется на Ютубе. Обязательно посмотрите. Он делает обзоры на кино всякие. Там обзоры трейлеров и так далее. Короче, круто. Вот он мне написал, в смысле? Ты че, охерел? Вот так он мне написал. Я говорю, Артем, ладно, я посмотрю. Артем, ладно. Я начал замечать такую деталь, что в последнее время в сериалах первые две серии надо просто пережить. Да? Вот в начале. Да, потому что там пытаются заложить столько информации. Ну да, да, да. Просто ты елки-палки. А, вот это тут надо запомнить. Окей. Да, да, экспозиция такая. И дальше бум, пошло все. Да, да, есть такое. А вот «Джентльмены» и последний фильм «Гай Ричи». «Джентльмены» и последний фильм «Гай Ричи» огонь. Огонь? Не Антон Шастун, а главный герой этого кино. Тогда у меня было про «Железного человека», что я выходил, чуть-чуть, хотелось подлететь. И тут, да, там Мэтью МакКонахи, который просто вообще шикарный. Представляешь, что ты так играешь? И стиль крутей. Вы просто. Если я так играю, почему это еще не там где-то? Блин, «Джентльмены» — это круто. Это сделано с таким чувством вообще стиля, с таким вкусом, что это невероятно крутейшее кино, которое я всем советую. Любимый твой фильм? Вообще любимый, который ты можешь пересматривать. Любимый фильм? Ой, блин, это очень тупо. Но мне нравится фильм «Армагеддон». «Дом Моно Клоус Май Айз». Если я натыкаюсь на этот фильм по телеку, я его досмотрю. Это в шикарнейшее кино. Я тебе больше скажу. Я когда его смотрел, когда Брюс Уиллис не мог вернуться к дочери, я ревел. Ну не то, что ревел, но у меня прям подкатывали слезы. Это крутейший фильм, потому что... Это же Майкл Бэй, по-моему, да? Да, это же Майкл Бэй. Вот. И если вы когда-то давно его смотрели, вы поняли, что это крутой фильм. Вот просто сейчас, в 2020 году, его пересмотрите. Какая там динамика событий. Во-первых, там все происходит под музыку. Просто полтора часа. Они куда-то летят, что-то происходит. Хьюстон, проблема. Там нет места выдохнуть. Ты просто смотришь, и постоянно что-то происходит. Шикарный фильм. Вообще обожаю. Про игры не спрашиваю. Наверное, FIFA 20, правильно? FIFA 20 играю. Блин, я недавно поймался на мысли, что я вообще так давно не включал PlayStation. У нас в офисе есть плойка, я играю в FIFA 20. Я так хотел поиграть в Death Stranding. Я так его ждал. А, ну нет, в Red Dead Redemption 2 я поиграл. Прямо поиграл. Пушка на ковбоев. Огнище. Вот. А для Death Stranding я хотел поиграть, и так и не поиграл. Ну вот думаю, может надо как-то его скачать и так далее. У меня еще с играми проблемы, и как и с сериалами у меня проблемы. Я вот, если начинаю что-то смотреть, вот я Игру Престолов, вот когда она только вышла, я не начал ее смотреть. Потому что все сказали, как это круто. Я понял, что все, мне конец. Потому что я как сейчас помню, во все тяжкие мне советовали. И я просто сел, вот так вот за экран опустился, и поднялся вот так с бородой, вот так в чипсах, с паутинью так. Офигенно, Уолтер Уайт! Ну то есть, вообще я влипаю, я смотрю там по 10 серий, в 6 утра могу. То есть я не могу вообще остановиться. И с играми то же самое. Я этих убивал, на лассо ловил этих бандитов до 4 утра. Потом я не могу продрать глаза, и вообще не получается. Короче, ты это с перебором все делаешь. С перебором, все с перебором. Мне во все надо вникнуть. Я в FIFA играть, я вот прям беру самый плохой клуб из 4-го английского дивизиона, создаю себя, и в этом клубе поднимаюсь, и пока я Лигу чемпионов не выиграю, и все, не останавливаюсь. Окей, спасибо за рекомендации. Переходим к блиц-опросу. Блиц-опрос. Блиц-опрос. Да, я тебе буду очень короткие вопросы задавать. Несколько вариантов. Ты можешь отвечать коротко, можешь нет. Главное, чтобы мы понимали, почему ты выбрал именно этот вариант. Интересно, давай. Москва или Воронеж? Воронеж. Тебе больше нравится Воронеж, чем Москва? Блин, ну, это, наверное, глупо. Ну, то есть, я когда только переехал в Москву, мне очень сильно не нравился этот город. И потому что для меня был огромный, большой, неуютный. Я ничего здесь не знал. И вообще, то есть, в метро, когда я спускался, я чувствовал себя абсолютно таким маленьким вообще, в огромном каких-то... Ну, то есть, вот абсолютно вот этот синдром какого-то маленького человека в большом городе, вообще ничего не знаю. Потом, когда все пошло, понятно, что сейчас очень много людей из Воронежа еще переехала. Огромная же у нас команда людей из Воронежа, которая занимается вообще импровизацией. И сейчас мы все как-то вот типа дом есть, есть офис, есть там какой-то торговый центр любимый, есть какой-то парк и так далее. И ну, что-то потихоньку начинаю изучать. Вот, но все равно, когда я возвращаюсь в Воронеж, я чувствую, вот я чувствую себя дома. Вот, я дома в Москве, вот именно в моей квартире, я тоже чувствую себя дома. То есть, у меня это пришло уже, что я еду с работы домой. Это очень круто, я считаю, это очень важно. Но все равно, приезжая в Воронеж, я дома. Вот он, проспект Революция. Вот, вот здесь был К-2, а вот здесь я блеван. Вот оно пошло. Ну, то есть, блин, Воронежка. Так смачно рассказываешь, я хотел оказаться в Воронеже именно с тобой. Просто, чтобы вот это... Чтобы на вокзале ты сказал, это мой город. Мы сейчас его спальнем. Воронежкаев, Воронежкаев. Воронежкаев, Воронежкаев. Окей. Россия или заграница? Блин, наверное, Россия. Наверное, я все-таки из тех, кто, когда заграницей провожу очень много времени, типа, я все равно понимаю, что, ну, наверное, вот прям жить там я бы не смог. Вот, хотя я не очень много где был, а заграница мне нравится. То есть, я там выделяю для себя какие-то страны, какие мне нравятся, какие не нравятся. Италия мне понравилась. В Швеции очень дорого мне не понравилась. Вот. Но, наверное, все равно Россия. Я родился здесь, здесь живу. Все равно здесь лучше всего. Телевидение или интернет? Блин, телевидение. Телевидение. Да. Все равно, я... Может быть, это непопулярное мнение, но я по-прежнему убежден, что телевизор – это самое мощное средство массовой информации, которое сейчас есть. Кто... Понятно, что Ютуб – это очень популярно. Ему там это очень много просмотров набирает. Это делает там максимально, сразу дает тебе обратную связь в виде каких-то комментариев и так далее. Ютуб русский сейчас громадный, где есть вообще все. Начиная от людей, которые два часа, не говоря ни слова, готовят шашлык, там заканчивая еще кем-то, не знаю. Но все равно, блин, телевизор... Может быть, я еще испытываю такие трепетные чувства к телевизору, потому что я всегда мечтал, когда еще играли в КВН, понятно, и когда уже импровизация пошла, что мы мечтали туда попасть. Оказаться в телеке. Что ли, оказаться в телеке, да. Это вот такое, блин, телевизор, телевизор. Может, я олдскульно уже размышляю, что типа, о, какой телек. Я прекрасно понимаю, что современная молодежь его и не смотрит особо. Но тем не менее, все равно эта мысль у всех присутствует. Все ее говорят, что смотрят они Ютуб, телевизор в Ютубе тот же и так далее. Ну, не знаю, все равно как-то телевизор мне... Это магия телевидения. Мне она нравится почему-то. Окей. Ты романтик в этом смысле. Да, да, да. Автор или актер? Блин, не знаю. Автор и актер. Сложно выбрать. Ну, наверное, актер. Потому что я прям вот конкретно шутки... А, нет, ну, хотя все равно мы иногда что-то пишем, там какие-то всякие приколы. Приколы! Вот. Ну, не знаю. Блин, наверное, актер больше. Ну, мне нравится выступать на сцене. Безусловно, там каждый... Кайф-то этот. Ну, да, каждый человек там тщеславен, кто хочет там хотя бы на чуточку, да, ну, кто идет там в какие-то юмор там и так далее. Любой человек, который выходит на сцену, он хотя бы чуть-чуть тщеславен. Ну, мне... Сто процентов. Да, мне нравится выходить на сцену. Мне это нравится, поэтому я выберу актера. Импровизация или заготовка? Импровизация. Блин, мне так нравится этот жанр. Я очень давно этим занимаюсь. И я вижу в этом жанре потенциал. И мне нравится импровизация. КВН или камеди? Ой, КВН или камеди. Такое тоже старое противостояние, типа КВН или камеди. Блин, КВН как явление, как движение, это всегда было круто. Это круто, и это будет круто. КВН как телевизионная передача, конечно, там к ней есть много вопросов. Вот. А камеди же это... Ну, ты имеешь в виду камеди клаб передачу? Да, конечно. Вот. И, блин, наверное... Наверное, я выберу камеди клаб. Потому что они как-то... Ну, острее не острее. Они научились делать шоу, которое тебя цепляет. Ну, они делают, да, прикольное шоу. Хотя и в КВН, типа, если выделить какие-то отдельные команды, мне тоже там нравятся отдельные команды. Блин, ну, я не знаю, такое противостояние, мне кажется, которого уже нет вообще. Нету такого типа КВН. Вы его никогда не было. Да, ну, никогда не было. Все надумано. Все надумано. Ну, не знаю, пусть будет камень. Я выбираю камень. Окей. Твой самый любимый город мира? Ой, мой самый любимый город мира. Блин, ну, Воронеж сказать тупо. Типа, Воронеж, да? Мой родной город. Не, Воронеж я очень люблю. Он особняком. Меня очень-очень мне понравился Рим. Очень понравился Колизей. И Ватикане Павла Петра. Или Павла Петра. Вот, не читаю книжки. Вот тебе, пожалуйста, Павла Петра. Собор. Святого Петра. Святого Петра. Петра. Конечно, Петра. Смонтируем, как будто я сразу сказал. Короче, да, Рим очень сильно мне понравился. Колизей, собор Святого Петра. Или Павла, или Петра. Вот, Петра. И в целом Европа, она разная. Но вот когда я много где побывал, не было после Рима, не было у меня такого, что я куда-то приехал, типа вау, вот это да. Вот какого-то такого вау-эффекта. А когда я слетал на Мальдивы, я слетал на Мальдивы. Не, 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 не в том смысле, что типа, ну да, там типа прикольно, чил, песок, все дела. А мы там поехали просто в город, даже не столицу, а в город, где живут просто люди. И вот там для меня это было вообще. Я понял, что это вот просто другая планета. Это как в аватаре, это как на Пандору попал. Вообще, вообще другая планета. То есть люди живут другими вообще какими-то жизненными устоями, какие-то у них приоритетами. То есть это вообще другое. То есть они там что-то едят непонятное. У них какая-то школа на улице, они сидят. То есть там какой-то полицейский участок, где два полицейских, и вообще нет преступности. Как город называется? Блин, я забыл. Ну это какой-то остров, блин, Мале столица, а вот рядом с Мале какой-то очень маленький островок, и там живут люди. Вот пусть этот безымянный мальдивский город на Мальдивах, вот он меня поразил. Он тебя поразил, твое впечатление. Да, да, потому что это было вообще что-то другое, абсолютно. Вот он и Рим, вот пусть они будут вдвоем. Месси или Роналду? Роналду. Почему? Криштиан Роналду. Я болею за мадридский Риан. Все, понятно. Конечно, да, да, вот. И, но на самом деле Криштиану Роналду нравился мне еще и когда он играл в Манчестеру и на этом. Вот, я для себя вывел такую теорию. Короче, смотри, не знаю, зайдет тебе и всем Месси или Роналду в этом противостоянии. Почему я выбрал Роналду? Каждый из нас всегда мечтал быть футболистом. Всегда мечтал быть. Вот, и я, когда смотрю, как играют Криштиану Роналду и Месси, я вот всегда думаю, вот, если очень сильно я бы захотел, очень сильно рано меня бы отдали в футбол, я бы начал круто тренироваться, заниматься в зале, качаться, потратил бы много времени, я бы мог бы, мог бы быть как Криштиану Роналду. Такой же крутой, подстаненный, там, забивать голы. Вот быть как Месси невозможно. Невозможно себя с ним ассоциировать, особенно когда он начинал. Ну просто выходит какой-то человек под 30 номером с такими волосами, просто выходит и всех обыгрывает, забивает гол, бешит, радуется. Я думаю, как ты это сделал? Ты очень крут, чувак, ты невероятный вообще, ты бог, но как ты это делаешь? Это невозможно проецировать на себя. Поэтому Криштиану Роналду чем? Смотри, какой ответ. Вообще кайф. Быть популярным человеком или счастливым отцом? Что ты выберешь? Ой, блин, мне совсем, у меня нет детей. Вот. И я ну нет, я понимаю, что типа дети это круто, там типа я буду их любить и так далее. Какие-то планы дальние есть? Ну конечно, там есть какие-то мысли там, дальние планы и так далее, но... Но случится все по-другому. Скорее всего. Вот, да. У всех, кто планирует, случается по-другому. Да, ребенка, поэтому у меня это чувство, я о нем только догадываюсь, что типа вот это кто-то, а это мой сын. Вот типа. Вот. Поэтому сложно мне ответить, но наверное все-таки все-таки я все равно выберу счастливым отцом, наверное. Потому что все равно семья это главное. Если в семье все хорошо, то везде все хорошо. Окей. Какая мечта у Антона Шестуна? Блин, мечта, 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 мечта. Не знаю. Я всегда думал, что типа вот знаешь, когда вот кто-нибудь где-нибудь спрашивал, о чем ты мечтаешь, я всегда про себя думал и корил себя, типа блин, а вот какая у меня мечта, у меня нет мечты. Надо, блин, вот чтобы у меня была какая-то придумать себе мечту и так далее. И это что-то должно быть такое вот, такое серьезное. А потом я понял, что типа мечты, они же должны сбываться. Поэтому нужно мечтать о чем-то, о том, что вот произойдет, чтобы это приносило тебе радость. Не надо мечтать типа я хочу, не знаю, стать долларовым миллиардером или там улететь на Марс. Этого никогда не произойдет. И вот я решил, что мечты должны сбываться и поэтому нужно мечтать о чем-то вот таком. Вот я мечтал об автомобиле Шевролет, который я себе купил. Вот я о нем мечтал, я исполнил свою мечту. Я радостный был, вообще жуть. Мечта сбылась. Вот поэтому, я себе просто сейчас не придумал следующую мечту. Давай придумаем. Давай придумаем прямо сейчас. Какая-то нужна следующая мечта, крутая. Так, я хочу, чтобы... Я ощущаю себя сейчас акционером Газпрома. Мы придумываем мечту. Мы придумываем мечту. Так, ну блин, какой-нибудь типа миллион подписчиков на канале такое, типа, не похоже на мечту. Два месяца у тебя осталось. Не похоже на мечту. Блин, может быть, сняться в каком-то крутейшем кино. Ты хотел бы сняться в крутейшем кино? Блин, вот прикольно, вот не просто сняться в кино, вот знаешь, вот не такая мечта. Типа, просто сняться в кино тоже круто, конечно, но прикольно вот создать фильм. Ну вот типа поучаствовать в создании кино вот на уровне придумки какой-то идеи. Написание сценария. Написание сценария, например, и если еще потом может быть в нем сняться, или как-то вот... Ну короче, вот создать с нуля фильм. Вот это круто. Ну комедийный, наверное. Ты хочешь написать кино? Ну, ну и... Ну, написать мне не получится. Какое написать кино? Я еще сяду, напишу кино. Ну, помочь кому-то написать кино. Может быть, это вот так можно сформулировать. Ну, короче, создать фильм. Это было бы круто. Вот пусть это будет моя мечта. Не важно, кстати, комедийный или нет. Давай я сформулирую в следующем. Ты хочешь, чтобы твое имя было в титрах кино? Вот да. Это было бы прикольно. Прикольно. Не обязательно даже сниматься, наверное, там в эпизоде. Как Стэн Ли, знаешь, в автобусе проехать. Вот, что-нибудь такое. Кайф, прикольная мечта. Я желаю, чтобы как можно скорее твое имя и фамилия появилось в титрах какого-нибудь крутейшего кино. Спасибо, Дим Тим, большое. Спасибо большое. Антон Шосток. Было круто. Спасибо всем. Спасибо. Пока.